Оскар по-новому. В Лос-Анджелесе на финишную прямую выходит подготовка к грандиозной киноцеремонии. На какие новшества отважились её организаторы, об этом Дмитрий Анопченко. Он следит за событиями в Калифорнии. Это не Берлин, не Венеция и даже не Канны, где организаторы тамошних крупных кинофестивалей с разной степенью лёгкости, но всё же решались на инновации и перемены. Оскаровская киноакадемия за традиции держалась до последнего и только сейчас поняла, что жизнь в Соединённых Штатах меняется так стремительно, что не изменять саму церемонию, это всё равно, что пытаться продать зрителям билеты на прошлогодний фильм. И самое главное новшество. Знаменитую статуэтку теперь изготавливают с использованием 3D-принтера. Киноакадемия призналась. Десятилетиями Оскары делали на старейшей фабрике в Чикаго исключительно вручную. Каждая награда была уникальной. А сейчас формы для фигурок штампует компьютер. Затем статуэтки покрывают 24-каратным золотом, но все они теперь идентичны. Разнятся только табличками с именами номинантов. Победителям во время трансляции вручают фигурки без надписи и отбирают сразу же за кулисами, чтобы потом отдать уже подписанных Оскаров. Еще среди голливудских новшеств подарки победителям решили сделать подешевле. Бюджет на проведение, наоборот, раздули. Минимум 40 миллионов долларов потратят, из которых 250 тысяч уйдут на безопасность. Что не меняется, так это кулинарная часть программы. Знаменитый шеф-повар Вольфганг Пак уже которое десятилетие кормит звездных участников Оскара. И прекрасно знает их вкусы. Не только гастрономические, но и политические тоже. На кухне полным ходом готовят звездные деликатесы. Под одной крышей собрали невероятную команду. 300 поваров и 600 официантов. И все, чтобы никто из приглашенных не остался голодным. Шеф-повар обязан знать предпочтения всех без исключения знаменитостей, приглашенных в этом году. Джулия Робертс не выносит даже запах мяса. Марая Керри ест только фиолетовые продукты. Джонни Депп требует любую еду полить чесноком. Все это известно, но куда сложнее теперь угодить вкусам политическим. Многие актеры поддерживали вовсе не Трампа. Поэтому из меню убрали любимый десерт нового президента. Вишнево-ванильное мороженое. А еще постараются за столами разместить отдельно тех, кто поддерживал демократов и тех, кто был за республиканцев, чтобы церемонию скандалом не испортить. Так что без политики в этом году не обойдется, хоть это и не было принято. Но штат, в котором так много иммигрантов, штат, который голосовал за Клинтон, до сих пор бурлит. Вот почему президент Трамп признался своему окружению, что не будет в этом году смотреть церемонию Оскара по телевизору. В Белом доме просто опасаются, что актеры, получая награду, в прямом эфире скажут что-то неприятное, ну а потом придется комментировать. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала «Интер». Американское бюро телеканала «Интер».